Брат Тумсо, что думаешь о выделении саляфов из общего числа суннитов? Разве не должны звать себя аглю сунны, а не саляфии? У нас в семье не бывает такой нужды, помогать жене гладить рубашки и стирать рубашки. Такой нужды в принципе нет. Можем ли мы попросить из русских городов чеченцев принудительно, без насилия, отправить их на родину, в Чараи, и как ты относишься к такому варианту? Самая большая тема у нас в Дагестане, это когда муж хочет взять вторую жену. Находятся и те, кто уделяют первой больше внимания, считая ее главной или второй, а вообще это щепетильная тема, и когда жене, Абдул Мусаев, я соглашусь, это вообще главная проблема сегодня в Дагестане, которую нужно в первую очередь решить. Я вообще заметил, что дагестанские блогеры, именно вот эти темы поднимают, они ведь самые важные сегодня, болезненные для дагестанского общества. Они рассказывают о том, брать вторую жену или не брать, должна жена убираться дома, готовить мужу еду. На эту тему проводятся целые эфиры с шейхами. Ведь это же сегодня важная, самая главная, острая проблема для Дагестана. Все остальное, то что там ширк и куфор на каждом шагу, что идет открытый призыв к многобожию, что просто так фабрикуются уголовные дела, уничтожаются судьбы людей, это так, ерунда. Самая главная проблема это, что делать со второй, третьей женой. Как жениться на ней и как убедить их всех в том, что они должны убирать дома и готовить еду. Томсона, твой взгляд, остались ли на Кавказе республики, где открыто призывают единобожию, если да, то где? Конечно, остались. В Ингушетии открыто призывают к многобожию в определенных мечетях. А в Дагестане также открыто призывают единобожию, тоже в определенных мечетях. Но это не лишает саму проблему. Потому что призыв к многобожию, не просто оправдание, а навязывание многобожия, это сегодня реальность любой республики. И это главная проблема. Саламу алейкум, а раму табаракату. Брат Томсона, что думаешь о выделении саляфов из общего числа суннитов? Разве не должны звать себя ахлю суннай, а не саляфии? Алейкум асаламу алейкум, а раму табаракату. Арсений Туляков. Я отвечу тебе встречным вопросом, Арсений. А что ты думаешь о выделении суннитов из общего числа мусульман? О разделении суннитов на суннитов и шиитов. Разве не должны все называться мусульманами? Найди ответ на этот вопрос, тогда ты найдешь ответ и на тот вопрос, который ты мне задал. А так, подсказку тебе дам, ученые разъясняли эти моменты. Не, брат, суть вопроса была в том, что не должны ли мы называть себя ахлю суннай, как называли себя сами праведные предшественники. Я сам ахлю сунновский, и я заметил, как называются именно саляфитами. Но я опять тебе отвечу встречным вопросом. А не должны ли мы называть себя просто мусульманами? Ведь наши предшественники называли себя мусульманами. Пророк, саляфу алей вассалям, не говорил, что он из числа ахлю сунна валь-джамах. И в его время вообще не было такого понятия, как ахлю сунна валь-джамах. Тогда не должны ли мы так себя называть? Опять-таки, ты найдешь ответ на свой вопрос, когда ты ответишь на вот этот вопрос, заданный мною тебе. А ответ на этот вопрос ты найдешь у ученых ислама. Посмотри, почему было введено понятие ахлю сунна валь-джамах. Как, в связи с чем это понятие вообще вводилось. Далее, почему была нужда в определении заблудших групп, давания им каких-то имен, названий и так далее. Изучи просто эту тему. Тумсова принял ли перед смертью Литвиненко ислам, поведет отношение к нему, к его деятельности. Но его отец говорил о том, что он принял ислам перед смертью. Поэтому отношение к нему как к брату, да помиловать его Всевышний Аллах. Тумсова, после расхода между вами, Чараи и нами, русскими, можем ли мы попросить из русских городов чеченцев принудительно, без насилия, отправить их на родину, в Чараи, и как ты относишься к такому варианту? Ну, вряд ли можно назвать это какой-то цивильной мерой, принятой в современном мире. Но, если вы так решите, то что поделаешь? Это будет ваше решение. Я думаю, после отделения Ичкерии от РФ чеченцы и из русских городов сами вернутся в Чараи. Они ведь здесь от безысходности, что было, хоть что-то заработать. простые люди, имею в виду, а не кадыровцы. Я не знаю, может быть, ну, навряд ли в России примут такое решение кого-то депортировать. Но даже если они такого решения примут, ну, что поделаешь, мы наших граждан с удовольствием примем. при этом отвечать подобным образом, я надеюсь, мы не будем. Наоборот, мы будем рады тем, кто приедут к нам, русским людям, нерусским людям. Я вообще за то, чтобы мы сделали своей страны такую офшорную зону, где со всего мира бизнесу было бы удобно вести свои дела, открывать у нас счета, свой бизнес. Это было бы круто. В Швеции коровы ковыряются в мусорных баках. Я не видел. Я такого не видел никогда. Ты осознаешь, что ты один из самых знаменитых чеченцев в мире и самый популярный среди оппозиционных. Какова эта ноша, он хотел написать. Ахмед, по-моему, ты как-то меня переоценил очень сильно на фоне самых известных чеченцев в мире, и многих из которых к сожалению, нет в живых. Я, наверное, не очень уже современен, не очень уже известен. Пошу прощения. Хотя в целом современный. Привет, Тумсо. Считаете себя современным мужчиной? Вы стираете и гладите рубашки, помогаете жене готовить еду и так далее. Вы сейчас как эмансипированный скандинавский мужчина или нет? Ну, у нас в семье не бывает такой нужды помогать жене гладить рубашки и стирать рубашки такого не... Ну, такой нужды в принципе нет. Если бы такая нужда была бы, может быть, я бы помог. Но у нас нет такой нужды. В нашей семье распределены как-то права и обязанности. У нас не возникает такого вопроса, что кто будет сегодня готовить или мыть посуду. У нас конкретно есть люди, которые занимаются этой работой и все всем довольны. Никто никого не притесняет, не заставляет. Насилия в семье, хвала Аллаху, нет. И в целом у нас очень дружная и крепкая семья. Субтитры создавал DimaTorzok